Три в одном. Циркуль, транспортир и линейка. Житель Свердловской области Олег Сергеевский изобрел чертежно-измерительный инструмент, как он его называет. Но на отечественных производителей новинка впечатления никакого не произвела, так что попытать части мужчина решил в соседнем нам Китае. Там сразу наладили производство. И Олег рад этому, несмотря на то, что патента на это чудо-изобретение у него нет, и прибыль от продаж он, скорее всего, не получит никакой. Зато, говорит мужчина, инструмент оценили там по достоинству. Это самое важное. В Китае я продемонстрировал свой инструмент компанией Нинбо. Вот эта компания сейчас на сайте выставила инструмент к продаже. Ну и пока срок не истек, вот они, и я там не получил патента, они, в общем-то, вправе заниматься пока такой деятельностью. А я с этого ничего не имею, ну, кроме удовлетворения личного. Эксперты подсчитали, чтобы оформить международный патент в том же Китае, Сергеевскому потребуется порядка 700 тысяч рублей. Деньги немаленькие, у них у Сергеевского нет, так что китайцы, возможно, теперь сами оформят патент на его изобретение, станут торговать им по всему миру. Инструмент уже высоко оценили учителям математики. По их словам, на экзаменах, куда нельзя брать с собой циркуль и различные электронные гаджеты, это устройство будет просто незаменимо. И деление, которое соответствует... Мы его укладываем на бумагу, прижимаем фиксатор, выбираем, какую окружность мы будем строить. Здесь, например, вот я возьму 6 сантиметров и просто вращаем по своей оси.